Жить рядом с развалинами и свалкой приходится владельцам квартир в новых домах на улице Эдуарда Багрицкого. Подготовленные под застройку участки на месте частного сектора заваливаются мусором. Районные администрации и департамент городского хозяйства не следят за санитарным состоянием территории. На огромном пространстве, раньше занятом старыми частными домами, поместится новый микрорайон. Часть домов давно заселена. До того, как застроят весь участок, пройдет еще много времени. Старые развалины в таких случаях неизбежное зло. Их уберут позднее при расчистке строительной площадки. Так происходит во всех, даже в высокоразвитых странах. А вот стихийная свалка – наша далекая от цивилизации особенность. Где сносят старые дома, обязательно собираются кучи мусора. Кто несет его, знаю, что нельзя. Но побеждает свинская привычка гадить, где удобно. Давно уже, года два, если не больше. Давно, как поваляли вот тут вот эти частные эти дома, и так оно стоит и все. Это ж первая станция Черноморской дороги, такого бардака еще не было. Как убрали эти частные дома, и вот так оно стоит и все. Вроде как бы кто-то купил участок. Это пару лет назад. Вот я слышала такое. Что купили этот участок и начал типа это все валить. Потом тут жили какие-то бомжики. Вот это в прошлом году пожар был. Ну, что-то там жарили, короче, шкварили и все сгорело. У меня ребенок не может нормально ходить гулять, потому что вот эта свалка, и ты не знаешь, кто вырезает с этой свалки. Ну, то есть, эти бомжи там или кто, они это вот тут заседают. Заседают тут не только пуглевые бомжи, но и наркоманы, что гораздо хуже. Они ограбить и убить могут, чтобы раздобыть деньги на свою отраву. А гореть свалка будет, как уже горело. Топливо каждый день прибавляется. В департаменте городского хозяйства и районной администрации очевидно считают, что так и должно быть. Если плохо воспитанная часть народа загаживает город, убирать не обязательно. Нормальные граждане потерпят. Зарплату чиновникам все равно платят. Продолжение следует...